Они лучше других понимают важность приумножения запасов в банке крови. К компании в очередной раз присоединили сотрудники областного роддома. В числе добровольцев заместитель начальника управления здравоохранения Брестского облсполкома Эдуард Мищук и помощник заместителя председателя облсполкома Евгений Викторович. По долгу службы и врачебный стаж Эдуарда Ивановича 20 лет он, как никто другой, знает, насколько жизненно важной может быть донорская кровь для женщины, которая ждет ребенка. Вспоминаю случай, когда на одном из оказаний помощи постанавиации меня вызвали, мы находились в областной больнице, я не выходил из консилиума 3 дня, 3-3 суток. Кровопотеря у женщины была 10 литров. То есть мы знаем, что в целом где-то 4-5 литров объем крови у человека, а то 10 литров кровопотеря. Вот в таких случаях нужна вот эта вот кровь. И тут это без... Помогли женщине, женщина выжила, выжил ребенок. С каждым годом запас донорской крови в медицинских учреждениях города увеличивается. В этом плане Брещина, который год удерживает лидерство среди других регионов Беларуси. На сегодняшний день по плану у нас 55 литров эритроцит содержащих среди должно быть, а в наличии 60, то есть запас чуть-чуть превышает тот наш плановый. Безвозмездных кроводач на 538 больше, чем в прошлом году, что составляет рост на 4% по Брестской области. Мы сейчас достигли уровня безвозмездного донорства 39,6%. Еще не перешли черту 40%, как я ее говорю, психологическая черта. Но в целом, в общем-то, вот такая картина. Путь к безвозмездному донорству продолжается, ведь потребность в крови не уменьшается никогда. Сегодня она требуется все чаще. Ее применяют после аварий, сложных операций, родов, травм. Также она необходима людям с заболеваниями крови и онкологией. А потому слоган «Безвозмездное донорство» начинается с меня, будет актуален всегда.